Теперь минутка технических новостей. Тут Google Play выкатил обновления, на странице приложения произошли изменения. Например, количество символов сократилось до 30. Раньше, как многие знают, было 50. Сейчас заголовки и названия, по сути, приложения станут короче, что в целом отразится на ранжировании, меньше ключевых запросов. И, по сути, непонятно, как в целом будут работать новые алгоритмы, потому что запросов стало меньше, меньше запросов, по которым вы будете показываться. Короче, непонятно, что даже с трафиком произойдет. Вот. Смотрите, для тех, кто не в курсе, я сейчас говорю про АСО. Это когда вы в поиске вбиваете запрос, либо просто заходите в Google, появите приложение, открываете его страницу. И вот первое, что вы видите, это иконка игры, приложения и его название. Вот, по сути, это название сейчас станет короче. И вот запросы, которые вы видите, то есть это не просто название, а это то, что используют маркетологи, владельцы приложений для того, чтобы вписывать название, запросы, например, магазин, онлайн-магазин. И вот все вот эти запросы, онлайн, магазин, это все ключевые запросы, которые позволяют продвигать приложения на поиски. И сейчас вот Google Play, по сути, сократил это количество запросов, и пока мы не понимаем, как сильно это отразится на ранжировании на поиске. Как думаешь, зачем это вообще? Ну, зачем вставлять палки в колеса немножечко своим пользователям? Мне кажется, это сделано, в первую очередь, для того, что Google Play заботится, в первую очередь, о пользователях. И вот меньше, чем меньше информационного шума будет на странице приложения, то есть чем более лаконичны будут названия, скриншоты, тем для пользователя будет лучше. Ну и визуально больше будет похоже на Apple, на App Store будет как-то покрасивее. Ну, возможно, да, но не думаю, что Google так заботится, чтобы быть похожим на Apple. Вот, но все-таки мне кажется, что все-таки они думают, в первую очередь, о пользователях, о эстетике их страниц. Вопрос для маркетологов. Тебе не кажется, что если они где-то убавили в плане алгоритмики, да, так называемой, то значит, они где-то должны прибавить? Я думаю, они заботятся о том, чтобы все-таки трафик у приложений не просел, потому что иначе, ну, просто это меньше, они будут получать денег за размещение приложений. И я думаю, возможно, они изменят значимость других мест, то есть там в тексте больше станет вес. Ну да, может быть там короткое описание, да, но короткое описание, они тоже немножечко видоизменили. Например, они там запрещают указывать всякие призывы типа down now, скачай сейчас, пробуй, загрузи и так далее. Сейчас это нельзя использовать, это как раз тоже одно из новостей, по сути, таких призывов к действию, такие call to action запятили. Ну, скорее всего, тоже из-за того, что пользователю нужно там… Никаких манипуляций больше, очень обидно. Да, никаких маркетологических фишек вот этих из 2007-го. А чем тогда можно цеплять вот… Делай хорошую игру, делай хорошее приложение, будет тебе трафик. Никакого маркета. А что будет, если использовать эти выражения там из CTI? Ну, скорее всего, получишь reject, то есть приложение могут заванить. Ну, просто не пропустят, скажут, что воу, чувак, у тебя тут штучка, нарушающая нашу политику, не хочет ее поправить. Рейс не свершится просто, тебе это типа завернешь, а тебе вернется. Да, просто старая версия будет висеть, не будут обновиться на новую. На самом деле, мне кажется, это все ведет к тому, и еще раз и к тому, я не устану это повторять, потому что плохие продукты не нужны, ну, просто потому что… Зачем они нужны, если… Типа его могут скачать без этого твоего призыва. Да, 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 зачем писать о том, что воу, чувак, там, скачивай наше приложение, у нас самое лучшее в мире, но это же не так. Особенно это страдает Google Play, где, ну, все знают очень много приложений. Ну, все равно. Очень, да, ну, все равно, да. Я сегодня как раз общалась с одним представителем инди-разработчиков Google Play, и они… Ну, я знаю, что в комьюнити немножечко ходят не то, что слухи, но мнение такое, да, то, что через 3-5 лет инди-разработчики чуть ли не перестанут существовать, потому что все на себя возьмут крупные компании, которые готовы очень сильно вкладываться в разработку, очень сильно вкладываться в маркетинг, и сейчас немного меняются правила и маркетинга, и продукта, и, ну, просто это все придет к этому. Может быть, они перейдут в другие сторы тогда? Сейчас же очень сильно развиваются альтернативные сторы, да, вполне возможно, но там непонятно пока как это все работает с точки зрения, опять же, продвижения, потому что алгоритмы супер скрыты, и… Ну, да, например… Ну, некоторые люди, конечно, их что-то там взламывают… Нет, это на самом деле такая вот фигня, по-другому ее не назовешь. Как могут ходить такие слухи? Ну, потому что все большие госкорпорации раньше были, блин, те же инди-разработчиками. Ну, смотри, тут, наверное, речь о том, что будет появляться какая-то команда, которая будет делать приложение для медитации собак, например, и их какой-нибудь Facebook купит просто. Ну… И все это… Ну, сейчас же идет такая модель поглощения, все поглощают друг друга. Все равно хорошие продукты не перестанут появляться, люди будут постоянно придумывать что-то новое, и не нужно будет писать там какой-то call-to-action, да, и призыв к действию установить приложение, потому что пользователи и так будут знать, что оно хорошее, просто действительно нужно продолжать делать хорошие продукты. Зачем плодить то, что уже есть, если оно просто уже не несет никакой смысловой загрузки, зачем это пользователям? Ну, существует же вот это стереотипное мнение, то, что там IT-рынок, еще и мобильные приложения, сейчас запилю приложуху, как выстрелю, как начну загребать миллионы, миллиарды долларов, и все будет круто. Ну, так, по сути, сейчас, наверное, есть, просто таких приложений, условно, некачественных, возможно, станет меньше, и это хорошо. Ну, так-то да. А какие-то еще изменения есть там, или они касаются только семантики? Да, изменения… Мир настолько очистился, что плохих приложений стало очень мало, ну и так далее. Ну, это из-за поднимения. Да, есть еще обновления, например, вот это, на самом деле, мне непонятно, немножечко даже обидно, за некоторое приложение, нельзя использовать ключевые слова, отражающие информацию о количестве установок, наградах и там и прочих каких-то УТП, таких фишках, характеристиках. Даже в описании? Да, 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 то есть сейчас это в целом… Нифига себе. Нельзя говорить, что выбор редакции о нас написали там… Ну да, это, на самом деле, очень сильная штука, проявляющая на конверсию. Да, это в целом ты, по сути, работал на свой бренд, какие-то там награды получил, а тебе не надо это использовать, ну, лично, конечно, это не совсем. Интересно, может, хотя бы на скриншоты это можно будет выводить в рамках текста на скриншотах? Потому что не говорить про это, ну, правда, очень… На скриншотах, скорее всего, останется, потому что тут идет речь все-таки о обновлении там семантики, вот. Тут все-таки использовать вот эти, там, пальмовые ветви на скриншотах. Ну да, это обидно, действительно, но это то же самое, что тебе дали диплом там какой-то за выступление, и ты его повесил, и не можешь им хвалиться, ну, медали, там, кубки, да. Иначе для чего они вообще нужны? А как же выложить фоточку в Инстаграм, ну, это то же самое, только на странице на скриншотах. Ну, действительно, я всегда знаю, что если вот эти веточки есть, значит, это приложение можно скачивать. Ну, кстати, это правда показатель. Я ведусь на это, да. Да, ну, скорее всего, просто такой большей информации будет на графику переноситься. Ну, главное, чтобы тоже не запретили ее. Слушайте, кстати, этот вопрос, на самом деле, больше к вам. Я, опять же, сегодня еще один слух. Слышала то, что Google Play на самом деле умеет считывать знаки, которые есть на скриншотах, и тоже каким-то образом может индексировать по запросам, которые используются на скриншотах. Это вы сталкивались с подобным? Это на нашем вебинаре по ОСО обсуждали, что гипотеза такая существует, но, естественно, она не доказана. Ну, скажу так, никаких гайдлайнов на эту тему, увы, нет. Да, ну, вроде бы как есть кейс, извините, перебил, что приложение, которое не индексировалось по каким-то ключам, после того, как их добавили на скриншоты… Да, проиндексировалось. Да, проиндексировалось. Ой, как прикольно. Ну, опять же, это кейс на уровне слухов такой. Понятно, мы знаем. Это возможно даже совпадение. Есть знакомый, знакомого. Да, это возможно совпадение. Был еще такой кейс, тоже где-то я читала. Разработчик зарелизил приложение. У него на скриншотах была какая-то… Ну, была графика, и там элементы были похожи на приложения вроде Майнкрафта, что-то такое. Вот, и это было изображено только на графике. И, насколько я помню, его приложения стали показывать в похожих, с какими-то крупными такими, как Майнкрафт, похожими штуками. Но, по-моему, то есть как бы Google Play увидел похожую графику и отнес… Ну, тут, кстати, знаешь, может быть такая тема, что очень много таких приложений-клонов, того же самого Майнкрафта, Фортнайта, и пользователи просто находят их по более-менее релевантным запросам, по более-менее релевантной тематике какой-то, и алгоритмы считывают больше, скорее всего, не графику, а вот и соотносят это приложение с другим с точки зрения каких-то ключевых запросов, например. Например, они видят, что два вот этих приложения по ключу блоки там, например, скачали. Ну да, и их скачивали. Да, и как-то вот их… Вертикаль, значит, одна и та же. А нет, там в итоге история закончилась тем, что это не сыграло на руку этому разработчику, потому что его игру показывали в подборке, где там что-то связанное с блоками, то есть типа условно строить что-то… У него не тот функционал. А у него вообще не про это было там, у него был какой-то шутер или что-то такое. Ты когда про это рассказывала, я вспомнила то, что Play Market — это же всё-таки Google. И вы же видели, ну наверняка пользовались ещё, я помню, по-моему, я в школе училась, когда это было. У них же есть поиск по фото, то есть у них очень классные алгоритмы, которые как раз позволяют подобные вещи осуществлять, поэтому обе ваши гипотезы, мне кажется, вполне рабочие. Мне так нравится вот эта вся тема про искусственный интеллект. Я хожу там и несколько дней слушаю подкасты и читаю новости про эти все вещи, что там определяют по фото, там рендерят фото, делают их лучше, меньше, сжимают, разжимают. И дошло до того, что компьютер там… Ладно, он выигрывал там Каспарова, да, если не ошибаюсь, шахматы в своё время. Но это несложно, как там объяснили в подкасте, потому что это просто перебор… Всего лишь. …вот этих логик и ходов, да? Ну да, да, да. Вот, а то, что недавно компьютер обыграл чемпиона мира по игре в Го, это китайская или японская… Да, это ещё что-то, типа, ещё более навороченное, чем шахматы. Да, да, и там этих ходов и вот этих вот логик механик, там их просто, типа, не сосчитать на числах, и вот он просто… Ну, то есть настолько сильно развивается искусственный интеллект, что вполне возможно, благодаря вот этому всему, Google и начинает подкидывать приложения в какую-то там категорию. И со временем это, мне кажется, отточится до того, что там будет всё это работать автоматизировано, и ручной труд или модерации какие-то будут вообще не нужны. Да, именно поэтому Илон Маск очень сильно боится восстания машин. Он что-то знает явно. Ну, у него вообще не всё в порядке, будем честны, с психом. Ну, человек гениальный. Да? Ну, все гений немножко странные. Google ещё продолжает вставлять палки в колёса. Этот Google настолько плохой вообще, зачем он нужен? Корпорация зла. Да. Ну, вот это, на самом деле, нововведение мне тоже понравилось, то, что нельзя наконец-то писать капслоком, вот эти «скачай», вот эти «лучшие приложения в мире», мы лечим всё, что угодно. Как будто на тебя кричат просто. Да, да, да. Как будто на тебя кричат. Лучшие приложения года — это не УТП. Вот, кстати, нормальный человек не ведётся на «у нас лучший продукт» или приложение, или штаны. Расскажи это разработчику Google Play. А, ещё, кстати, нельзя использовать «the best free» и так далее. То есть Google сейчас тоже пытается настолько очистить своё приложение, что ты должен писать только о своём приложении, только о функционале приложения, и тебе будет хорошо. Скучно. В плане того, что запретили лучше. Даже эмодзи запретили использовать в названии. На каточке как бы. Вот это обидно. Эмодзи решают. Это же как, ну, типа, разделять там абзацы. Да, мне очень нравилось делать текстовое асо, и вот с конце такой финальный аккорд — это эмодзи расставлять. В тему того, что Google запретил писать там «the best», «лучший» и так далее, рекламные сетки уже давно это запретили. Я не понимаю, почему они так, ну, поздно до этого дошли. Потому что, ну, как бы, если ты называешь себя лучшим, значит, у тебя должно быть какое-то доказательство, да, если ты действительно лучший, ну, покажи, что вот. Они копили-ка все правки, и сейчас просто всё захотели, мне кажется. Да, можно, знаешь, мне кажется, здесь ещё играет роль то, что, например, да, вот, например, в контекстной рекламе в Яндекс.Директе давно нельзя писать вот «лучший» и так далее, то модерация сразу тебя отклонит. Мне кажется, Google к этому нам, ну, дольше шёл, Google Play, Apple Store, потому что всё-таки они такое на worldwide, и нужно учитывать законодательство, наверное, каждой страны, поэтому они всё как-то под общий критерий подобрали. И сейчас потихоньку начинают понимать, что нужно зарабатывать на качестве больше, а не на качестве. Это правильно. Я считаю, что это отличный шаг в сторону улучшения качества продуктов и так далее. Такой этот менеджер по качеству тут просто. Я, да, приходит к нам кто-то продвигаться, я сразу… Да, понимаю, так, хороший продукт, всё, продвигаем, нехороший в стороночку. Глаз-то намётан. Идём дорабатывать. Вот мы тут забыли про Apple, а Apple тоже у них есть апдейт в их рекламной системе Apple Search Ads. Это сеть, где показываются приложения по ключевым запросам, то есть первая позиция, то, что вы видите на поиске в Apple Store, это Search Ads. Вот. Сейчас у них появился новый… Не всё, то есть есть какие-то запросы, по которым не показывается… А на первое место, по сути, да. Почти всегда это рекламный блог, потому что есть запросы, где не показывается реклама. С пометкой рекламы, что важно. Да, да, с пометкой рекламы, да. То есть это прямо выделенный рекламный блог. Вот. И сейчас такой же рекламный блог появился в рекомендациях. Это когда вы только-только пытаетесь бить запрос, вы ещё видите рекламу. То есть Apple потихоньку начинает превращаться в Google с его рекламой везде, где только можно. Удивительно, что они до сих пор баннер не сделали какой-нибудь с видео перед тем, как ты скачиваешь игру или пока ты скачиваешь её. Вот. Теперь показывается новый рекламный блог. Apple пытается как-то больше монетизировать Search Ads. И вот возвращаясь к тому, что сейчас многие рекламодатели будут иметь негативные последствия из-за iOS 14, то, что информацию Facebook не будет получать от пользователей и алгоритмы оптимизации станут хуже. А вот у Apple никаких ограничений нет по сути. Ты как показывался по этим ключевым запросам и рекламу вот эту видел, так ты продолжаешь видеть, никакие данные особо-то и не нужны. В целом такой, ну, у Apple весьма ограниченный набор данных. То есть, когда ты можешь таргетироваться, это может быть страна, если ты входишь в тир-1, это может быть ещё штат, например, город и там демографические какие-то двои данные. Взрастные вроде, да, характеристики? Да, да, да. Взрастные характеристики, пол. Пол, да, и возраст, и ключевой запрос. Вот этот новый тип размещения, он больше про охват. Там идёт оплата за тысячу показов. Это, наверное, аналог от Яндекса RCA, всякий КМС от Гугла, когда тебе просто показывается по каким-то твоим параметрам, по твоим интересам реклама и оплачивается за тысячу показов. Как это работает, пока до конца не ясно. Мы только начинаем запускать эти кампании. Посмотрим. Кейсы, я думаю, будут на нашем сайте в любом случае. В целом всё. Пока что так себе, конечно, подбираются вот эти приложения. И я уверен, там нет никаких неинтересов. Но, в принципе, и Асата, он и не собирает никакие такие данные. Потому что мне всякая чушь там в рекомендации. Давайте все посмотрим, что вообще у кого... У меня сейчас ничего не показывается. А у меня вот зомби-шутер. Я не играю в игры. Ну, то есть, ну, как бы... Назависим. Сажись мне полезную вещь. То есть у тебя нет ни одной игры в сутки? Ты не... Ну, смотри, у тебя, возможно, есть клиенты. Ты, может быть, немножечко всё-таки с играми... Нет, я скачивал, да, я скачивал. Но, как бы, я ими не пользуюсь. Там я открываю их один раз за... Нет, это не важно. Это же всё работает в рамках поисковой сети, по сути. Ты можешь даже, наверное, не скачивать это. Просто работая даже с поисковыми компаниями, тоже сталкиваюсь с тем, что показывается очень много разных чушек по тем запросам, которые ты не ожидаешь. Не допили, ну, надо дорабатывать. По ключу инвестиций может показываться что-то вообще очень отдалённое, там, почта России какая-нибудь. Ну, вот, знаешь, может, не очень отдалённая в целом. Ну, условно. Сначала ты инвестируешь, потом отправляешь. Вот именно. Скорее всего, тут ещё у них идёт таргетирование и просто на гео. Наверное, гео-возраст. Это же такая реклама на охват. Ты просто выпустил игру, тебе надо… Мне кажется, это пока что. Ну, то есть, это же только-только всё запилили, сейчас всё будут дорабатывать. И, ну, ладно, у них огромное количество возможностей для того, чтобы оптимизироваться. Они собирают огромное количество данных, и мне кажется, это всё может перерасти в очень крутую систему рекламы. Ну, понимаешь, если Apple будет использовать такие данные, которые она запрещает брать другим рекламодателям, это не совсем честно. Можно как-то аккуратненько? Не, рано или поздно, да, они сейчас… Ну, вот мне кажется, это идеальное развитие событий. Сначала ты раскатываешь все фичи свои, все тратят деньги. Собираешь сливки. Да, да, собираешь сливки, и потихонечку начинаешь докручивать, чтобы у тебя появлялись постоянные… Потому что, ну, как бы рано или поздно какой-то рекламодатель понимает, что там нет его целевой аудитории, ему нужны там чуть более узкие какие-то настройки и ещё что-то, он будет искать другую сеть. Да, он начнёт искать другую сеть, но… Да, есть проблема, конечно, конечно, оптимизировать компанию. Но рано или поздно всё равно они дойдут до оптимизации, это неизбежно, потому что просто так в пустую не глядя там бить и ждать чудо там. Я думаю, тут больше будет уклон в сторону, ну, они всё-таки… Ну, серчатство-то, что-то более больше про контекстную рекламу, и они просто начнут там смотреть, что там у Гугла есть. Возможно, даже посмотрят на Яндекс, потому что Яндекс всё равно очень большой охват, посмотрят, как работают их алгоритмы, что какие-то там есть возможности по оптимизации и будут что-то использовать. Если не ошибаюсь, у Яндекса охват в России даже, и аудитория больше, чем у Гугла. Да, да, ну, потому что Яндекс – это номер один поисковик России, но, с сравнением, совсем охвата. Хотя я никогда не пользовался, вот сколько… У меня стоял Яндекс.Браузер некоторое время. Нравилось тебе? Да, он просто в определенный момент почему-то работал быстрее. Амиго или Яндекс.Браузер? Нет, это Мэйл.Ру вообще-то. Открываешь Яндекс.Браузер, он вроде бы работает быстрее, а потом ты раз, и уже два часа в Дзене, да, сидишь? Да, это было именно так. Это было именно так. Это классика. Они гении, на самом деле, вообще. Вот именно. И ты еще и покупаешь там что-то, да? Не припум, аргию, нет, не припум. Нет, такого не… Просто куча статей про звезд, к ним тесты, какое-то пиво. Через два часа ты понимаешь, что ты смотришь какие-то советские… какие-то советские карикатуры. Пасхалки в советских, да, или что-нибудь такое. А потом все жалуются, какой там плохой трафик приходит, сцена. Извините. Я старалась. Ну, короче, именно поэтому я его удалила, да. Серьезно? Да, огромное время. Только по этой причине? Да. И установила TikTok, где тоже просто бесконечная лента. Ну, потом просто, на самом деле, в моей жизни появился TikTok просто. Посмотрите, что Яндекс.Браузер — это Chrome. Ну, типа да, но по моим ощущениям он был чуть быстрее. А, ну да, Яндекс же использует, по сути, вот Chrome как основную платформу и просто свою оболочку накидывает. Он дзен туда встраивает, для того, чтобы мы начали это строить. Chrome без дзена — это… Деньги на ветер, конечно. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и колокольчики, и смотрите наши видео. Пока!